Витам всех видов на канале Аквариумсклеп.pl Найперв хотел бы подзенковать всем субскрибентам за субскрицией канала. Бухатарем фильмика есть один из мне популярных гатунков пеленгниц Гарловатых, пеленгничка Ниссена или пеленгничка Панда. Апистограмма Ниссена. Правдобудовным причином такого стану жизни есть факт, что рано гости о склепах зоологичных. На почетку, но хотел бы захватить за субскрицией канала, в чесненчу звонка и выставлению комментариев. Помимо 30-летнего доставления в бранже акваристичной, то в дальнем ciąгу захвата и мотивуя меня до дальней работы, целью того же распространения милости до акваристики. Пеленгнички Ниссена походят из Америки Полудниевой. Замешкуем плитки до 1 метра чарной воды о повольном нурче, реку Кайали и Явари, с генством рослинности и пиашистым подложем. Их допливы, околичные езиоры и терены заливовые в Перу. Светлиско завера волную или среднюю плитную воду с генством, часто превышенную рослинностью шибрзерным, корженями, затопленными фрагментами джев, пиашистым подложем покрытым грубым варслом опадных листьев. Вода с регулией есть клащная, с небольшой завартостью вегла новым, а забарвение есть бронзовое, с поводу возможности субстанцией хумусовых, уважненных подчас росплату материи органичной. Помимо невелких размеров, пиелегнички низценностям рыбками территориальными, подобно как и веншую пиелегницу. Займując невелкий обшар, завдрощим его пронем перед иными представителями własного готунка. Початкующим акваристам варте застанавливать себя перед купоном рыбек, потому что они более требуются чем другие гатунки апистограм, такие как рамиреза, желтая, какадо или болевиски. Рыбки са очень важны на злую якость воды. Пиелегнички низценностям нележатся до родины пиелегничковатых, поэтому аквария могут быть триманы в парах или в большей группе. На одну рыбку потребуется от 6 литров, поэтому аквария для одной пары должен быть повыше 80 литров, а в припадку в большей группе от 150 литров. Самцы дорастают до 8-9 см, самички до 5-6 см, плотность осягают в веку 9-10 месяцев, живут до 3-4 лет. Пиелегнички низценностям нележатся до карловатых пилинниц. Пиелегничкова заокругленность с выраженным помаранчово-желтым взором. И самцы, и самички, как бы давом чала, так и у барвения, подобные до пилингничек пандуро. Пседняя часть плетвы из бытовой у самцов пилингничек низценно, султаново-помаранчево, прихожанцев зеленкаво-бланкитных, а у пилингничек пандуро-небеско. Плетва огонова у самцов пилингничек низценно, зеленкаво, а у пилингничек пандуро-небеско. Самички пилингничек низценно, в моем чарном пламе у насады плетвы огоновой, а первые 5-6 променей плетвы гзбетовые черные. Натомиастомички пелегничек пандуром не маем черной пламы у насады плетвы огоновой, а черные только первые 2-3 променей плетвы гзбетовые. Понадто черные пламы под окем пелегничек несены сам меньше, а черная плама на теле есть ближе к плетвы гзбетовой. Разруднение пути есть барду латвы. Самцы сау меньше и маем небеско-туркусовое убарвение. Самички натомиаст сау меньше и маем желтое убарвение с черными пламами у насады плетвы огоновой под окем и на теле. Пелегнички несены preferен аквария с генстым рослинностью, корзенями, личными крыльевками и с першистым подвожем. Тильна и бочная части акварийума повинны быть генстые обсадзоны рослинностью, но в предней части повинны находятся личные крыльевки, корзене, малые церамичные донички, рульки PCV, гроты с ловодными крыльями, потому что рыбки любят вцискать себя в разные щелины, где их отдыхают. Залицана есть фильтрация, престор, либо добавление до воды гарпников. Гатунок вымага również варунков кващных от некомой твардости вегла новой и очень низкой твардости огольной. Поэтому может быть конечное использование фильтра обрученной осмозы или другие методы удовольствия мягкой воды. Светло должно быть разрушено, потому что рыбки не любят ясного светла. В акварийум потребна фильтрация и аэрация воды с декабряной подмянкой до 25-30%. Абы надать воде бронзовый отчин, характеристичный для ее натурального środowiska, wrzucamy до воды несколько шишек ольхи и в степне сушеное, а на степне моченое листья дэмбу, буку или мигдалов индийских. А когда разложим, насыцем водой гарпниками и нададим колор хорбаты. Параметры воды достаточно важны и должны быть стабильны. Оптимальные параметры воды. Температура 23-27. ПХ от 5 до 6. ГХ от 2 до 8. В натуральном środовиске пелегнические диссена отживаются невеликими безкрэнговцами, ларвами и зооплактоном. Кармиц рыбам можно живым, дробным охотком, рурочником, водзенем, очником и артемием. Рыбек можно кармиц так живыми, так и мрозонными и сухими покармами. Но лучше держать покармом живых или мрозонных. Рыбек можно кармиц 2-3 раз в день не в малых порциях. Пелегнические диссена надаются для аквариума товарищеского, хотя в окресе розродчиках, как и иные пелегницы, которые очень территориальны. Можно их тримать враз с рыбками о подобных вымоганиях параметры воды. Не полицейся их тримать враз с агрессивными и большими рыбами, выломками, пелегницами с езер Малави и Танганика. Размножание. Размножание пелегничек несено. Не есть латвое, за взглядом на параметры воды, которые сомдой важны и могут быть стабильны. По-за тем, с размножанием пелегничек не должно быть проблемой. Паре стучно добранное превз аквариста не завсо отношает с уксусом размножанию. Влажно для того, лучше купить небольшую группу и дать рыбам возможность создать собственное товарство. Пелегнички Нейсена вздолны до тарла в огольном аквариуме под варунком, что параметры воды соответствуют. Лепший эффект, однако, узаскиваем, размножаясь подзельным зборником. Зборник тарлисковый должен иметь около 30 литров. До зборника тарлискового всыпаем пиасок или дробный звирек. Вкладываем малые, церамичные донички, превроченные на бок или до гури ногами. Лупины зорега кокосового, коржения. Вкладываем фильтр нападанный на поветчачем, который выполняет переплыв воды, но не засыса на рыбку. Бодьцем до тарла служит добавление экстрату торфу, листья олки или муку и поднесение температуры о 2-3 ст. Оптимальные параметры воды. Температура 25-28. ПХ от 5,5 до 6. ПХ от 2 до 5. Предпланованным тарлом родицу przez два тыгодня обвитие кормима живыми lub рожеными покормами. Под конец другого тыгодня самец робишься яскравший, а самичка набирая икры становишься выраженно грубша. Варто зазначить, что молодые пары могут взятать вожженную икру. Под час тарла самичка сладает до 100 яй. По тарле пара делит между собой обувиенский. Самец броня икры przed интрузами, а самичка опекуясь икром, вахлюясь я плетками, усыпаясь в мертвые яя. Виленг наступает по 2-3 днях, а на рыбах начинает плетать по следующих 5-6 днях, в зависимости от температуры. Личба самцов виленгу зависит от температуры. При температуре 23-25% илость самцов выносит около 18-20%. При температуре 26-27% около 55%. При температуре 27-29% около 80%. А при температуре повыше 29-100%. Нарыбек дробный. Покарм стартовый в первотних пантюфелях. Нарыбек рос не очень важно. Под конец другого месяца нарыбек ледве 8-1 см. Кармить нужно часто около 5-6 раз в день. Очень важно, чтобы покарм для нарыбки был доступен целый час в малых илостях. Вода в аквариуме с нарыбкой должна быть всегда чистой. В потребности ciąглые дробные подмены. Захинцам объявлять фильмик «Обовязки акваристи с пронтанием», который показывает, как я это делаю в аквариуме с нарыбкой. На это все. Всско-пытания и комментарии прошу оставить под фильмиком. Кто еще не субскрибует канал, то поновно захинцам до субскрибции. Дякую за субскрибку. До свидания.